Всем привет, с вами Priya, и нам вновь есть что обсудить. Сегодняшней темой для обсуждения будут изменения интерфейса, а именно изменения интерфейса транспорта. Сейчас мы спокойно пролистываем всех маунтов, никаких дополнительных окон нет, есть только фильтры, полученные и неполученные, невозможно использовать источники получения, ну а также при нажатии правой кнопки мышки на полосу с маунтом мы можем добавить его в избранное. А, ну и также, конечно, эту кнопку случайных избранных существ перетащить на панельку и призывать через нее всех избранных нами маунтов, красивых, не очень избранных, конечно же. Так вот, в 8.2 интерфейс преобразится таким образом, что мы сможем немножко кастомизировать наших маунтов, не так, что мы сможем им изменить внешний вид, либо цвет, раскраску, мы будем добавлять им бонусы. Да, и по этим бонусам очень много в текущий момент есть вопросов. Если обратиться к этому сканиншоту, то можно увидеть небольшое изменение интерфейса, а именно то, что появилась дополнительная кнопка, скажем так, в которую будет помещаться определенный бонус, маунт-эквипмент. В этот слот, в этот экквипмент можно будет закинуть лишь только одну из трех пока что найденных в игре вещиц. Если же мы захотим изменить бонус, то старый будет уничтожен. Все аналогично, как и в ювелирных камнях. Первый бонус, предоставленный нам, это парашют, который срабатывает в тот момент, когда мы отменяем маунта, находясь в полете, скажем так. То есть мы прыгнули со скалы, отменили маунта, и теперь мы на парашюте. Классно. Второй бонус. Башмаки. Позволяет передвигаться по поверхности воды во время езды верхом. И тут создается сразу куча вопросов. Когда только я сразу узнал об этом, я подумал, к чему они, ведь у нас есть водный долгоног. Функция перемещения по воде у водного долгонога в обновлении 8.2 будет отключена. Помянем. Но не стоит отчаиваться. Если мы все-таки захотим заиметь бонус башмаков, то по итогу сможем купить его у рыболовов. А если у нас превознесение с ними, то мы получим бесплатно их по почте в итоге. И ничего с этого в принципе не потеряем. То есть просто-напросто заюзаем их в определенный слот, который предоставлен в интерфейсе маунтов. И будем перемещаться по поверхности воды во время езды верхом абсолютно на всех маунтах. Третья вещица, которую можно будет закинуть в ячейку снаряжения средств передвижения. Это самый обычный доспех, который позволяет предотвращать замедление при получении урона во время езды верхом. Знаете, это не особо полезно. Расскажу лайфхак. Можно просто-напросто поворачиваться лицом к мабам во время того, когда они ударяют по вам. И по итогу полученный урон в лицо никак не спешит вас с маунта и, конечно же, не замедлит. Вот такая вот информация на сегодня. Надеюсь, что действительно полезная. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забудьте гаунт, ссылочки, которые предложены в описании. Ну и, конечно, пишите в комментариях насчет нерфа водного долгонога. Это реально грустно и печально, по моему мнению. Увидимся на StreamFest. Берегите ноги. До скорого.